В музее появилась особая кладовая сейф. Ее подарил музею князь Николай Сергеевич Щербатов, который, кстати, и значительную часть своего жалования передавал музею. Сегодня таких меценатов музей, увы, не имеет. Здесь, в отделе драгоценных металлов, хранится золото и серебро с 11 по 20 век. Уникальная коллекция кубков, посуда и утварь княжеских и императорских фамилий со всего света. Медальоны, перстни, ожерелья знаменитых русских и восточных родов. События новейшей истории начала 90-х годов 20 века тоже внесли свою лепту в пополнение музейных коллекций. Но главное приобретение той поры – это здание по соседству, музей имени Владимира Ильича Ленина. Можно по-разному относиться к советской эпохе в нашей истории, но отрицать, что собрание этого музея, посвященного одному человеку, уникально, нельзя. Здесь практически весь гардероб ленинский, его костюмы, пальто, зимние и демисезонные подарки, личные вещи Владимира Ильича. Письменные принадлежности вождя пролетариата, посылки от рабочих, сотни портретов и скульптуры Ильича по-своему интересны и уникальны. Потрясает, например, коллекция знамен. Здесь и знамя парижских коммунаров, траурные знамена, возложенные гробу Ленина в январские дни 1924 года. В фондах филиала ждут своего исследователя предметы, принадлежавшие Сталину. Их должны были уничтожить во время кампании по разоблачению культа личности в 50-х. Но сработал музейный ген историзма, и фонд удалось отстоять. Вещественные доказательства истории должны храниться вечно и не могут уничтожаться по прихоти правителей. Сегодня из музея Ленина в основное здание переместили только один экспонат – Роллс-Ройса Ильича. С перевозом Роллс-Ройса Ленина в основное здание Государственного исторического музея зримо встретились две исторические эпохи – эпоха коммунизма и эпоха монархии. Материя – вещь конечная. Время не щадит ничего, поэтому реставрация была, есть и будет важнейшей частью музейной работы. Последние штрихи реставраторов готовят к экспонированию коляску Павла Первого и карету хлебовых с трешнями. А вот так реставрируют ткани. Только здесь можно увидеть, как сечется шелк после 50 лет жизни и во что превращается шерсть через столетия. Истинная цель настоящей реставрации – не создание новодела, а сохранение и консервация ценностей в том виде, в каком они служили хозяину. С годами все труднее находить материалы для возвращения к жизни, скажем, вот этих лайковых перчаток или цилиндра, отделанного лебяжьим пухом. И вот уже после реставрации занимает свое место в экспозиции коляска Павла Первого. Невольно вспоминаешь о колесе истории. Еще виток, и век 19-й встречается с веком 21-м. Пожалуй, только в музее машина времени обретает черты реальности. Все эти предметы, экспонаты, шедевры должны быть увидены людьми. Сегодняшний бум интереса к истории подталкивает музейщиков к развертыванию новых экспозиций и не только в основном зданиях и филиалах, но и в других городах и странах. Более 10 лет исторический музей был закрыт, и вот сейчас открывается во всей своей красе. Реставраторы по крупинкам, по старым чертежам, фотографиям и описаниям восстановили даже мелкие частички лепнины, вернули залам не только старый образ, но и возродили сам стиль музея, почти утраченный в советский период. Сегодня исторический музей – это не склад драгоценностей и реликвий. Он открыт для тысяч посетителей, это живой институт исторического просвещения. Мы завершаем работу по основной экспозиции, мы создаем каждый год десятки выставок в Москве, в городах России, за рубежом. Мы представляем в достойном виде наши филиалы – Покровский собор или храм Василия Блаженного, Новодевичий монастырь. И само это здание после многолетней реставрации, как выдающийся памятник отечественной культуры и музейного дела. И вот уже новый зал открывается для посетителей. Зал Отечественной войны 1812 года. Зал Отечественной войны 1812 года. Те, кто завтра впервые придет в музей, будут думать, что так было всегда. Конечно, для каждого музейного работника это праздник. И хотя названия тематических залов изменились согласно новой музейной концепции, содержание осталось неизменным. Вот сейчас мы с вами, ребята, в историческом музее. Вот это помещение, в котором мы сейчас находимся, это парадная сеть. С того и начинается наш музей, давайте его рассмотрим. Что такое музей для посетителей? Для одних это занятие по истории. Для других музей удовлетворение праздного любопытства. В третьем музейные экспонаты доставляют наслаждение от соприкосновения с историей. А для кого-то посещение музея – это 2-3 часа до отправления поезда. И нужно не только успеть приобщиться к истории. Жизнь кипит вокруг исторического. Каждый вторник в музее профилактические работы. Иногда мелкие, плановые, иногда серьезные. Внутри и снаружи музея выставочные экспонаты постоянно перемещаются. Выставленные в витринах экспозиции предметы должны разворачивать своеобразный театр истории. Входить, если хотите, в диалог со зрителем. В живое общение различных эпох. Посетители не видят всей этой работы. А она не прерывается никогда. Вне зависимости от того, открыт ли музей или закрыт, каждый день идет работа в фондах. Ведь все предметы должны быть не только описаны и зарегистрированы. Их нужно еще и разместить в хранилище. 4,5 миллиона вещественных доказательств. Даже если по 50 кубических сантиметров музейной площади на каждый предмет, это 562 тысячи 500 кубических метров пространства. А все здание музея 200 тысяч кубов. Включая фондовые хранилища. А фонды – это основа существования музея. И сохранить их – значит сохранить будущее. Но как втиснуть все это в фондахранилища? Мы находимся с вами в помещении фондахранилища отдела нумизматики, где мы попытались решить еще одну очень насущную для музейщика проблему – это экономия площадей. Поскольку фонды очень большие, естественно, перед нами встает проблема дефицита места, дефицита площади. И вот эти шкафы – это попытка каким-то образом решить эту проблему. Поскольку перед нами вариант так называемых мобильных шкафов, мобильных стеллажей, которые имеют возможность двигаться здесь внутри помещения по специально настилным полам, по рельсам. И таким образом мы можем менять, сокращать площади проходов, проемов между шкафами и как-то приближаться к той экономии места, о которой мы сейчас говорили. Потому что примерно подсчитано, что экономится порядка 1,3 площади, что для нас очень существенно. Конечно, не все предметы можно разместить в таких шкафах. Одно дело – монеты, другое – хрупкое стекло. Основу коллекции фонда стекла и керамики исторического музея составили предметы, переданные выдающимися русскими собирателями и меценатами Петром Ивановичем Щукиным и Алексеем Александровичем Бахрушиным. Сегодня это одно из крупнейших собраний. Более 36 тысяч предметов из стекла, фарфора, фаянса, майолики, облицовочной керамики. Особое место занимает в коллекции русское стекло. Это уникальный экспонат второй половины 17 века. Вещь изготовлена на заводе царя Алексея Михайловича в Измайлове. Там делались предметы только про обиход великого государя, как тогда говорилось. Это уникальный сосуд шутиха, который предназначен для подшучивания на перу над неосведомленными гостями. Это тип «напейся, не облейся». Вы видите, что пить можно только вот из этого носика. Но конструкция сосуда такова, что если вы потянете жидкость из носика этого фантастического животного, то она выльется потом вся, независимо от вашего желания. Так что нужно было решать, пить или не пить из подобного сосуда, потому что он таил в себе довольно много опасностей для пьющего. Здесь, в отделе стекла и керамики, приходит в голову мысль. Должно быть, предметы сами выбирают своих хранителей. Оттого, наверное, здесь главную партию исполняют женщины. Мужчины на второстепенных ролях. Но уж и в оружейном фонде, скажете вы, должны работать мужчины. И ошибетесь, тоже женщины. Здесь, как, впрочем, и в любом фонде, да что там в фонде, в любом российском музее, работают особые люди. Как говорит старейший сотрудник музея, Эмма Григорьевна Астат-Стурян, в музее работают или фанаты, или идиоты. Что-то не дает им оставить это занятие. Должно быть понимание своего долга и неизбывное чувство юмора. Внешняя, зрительская линия жизни музея – это постоянная экспозиция. На ней вырастают поколения. Ведь музейное дело – это не просто собирательство и изучение предметов истории. Это и доходчивый рассказ о ней самой. Следуя непреложному закону сохранения исторического наследия, музей живет и работает. Вот уже без малого 140 лет. Его коллекции и через 140 лет будут служить посетителям веры и правды. Вот только наверняка самих предметов в фондах хранения станет больше. И так, увы, мы покидаем исторический музей, так и не показав даже тысячной доли этой коллекции вещественных доказательств. Музейные сотрудники поделились с нами замечательными сюжетами о вещах, которые хранятся здесь. Но об этом в следующих сериях. Субтитры создавал DimaTorzok